Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! История сегодняшняя будет о котике Чивасе. Котика, которого я знал с момента покупки, с момента покупки нашими владельцами, когда его приобрели. И так получилось, что я прошел с ним всю его жизнь. Так получилось, что Чивас, если можно так сказать, ушел на радугу и он находится там. Но история, которую сегодня расскажу, будет напоминание, что был такой котик и была у него такая болезнь, как хроническая почечная недостаточность. Болезнь, которую лучше диагностировать на ранних стадиях. Поэтому вам, владельцам, подсказка следующая. Когда вы видите, что котик похудел, когда вы видите, что котик начал пить много воды, когда вы видите, что он много спит, это повод обратиться к врачу. Вот такая вот история. Знайте и пользуйтесь ею. У Чиваса хроническая почечная недостаточность. Котик, который попал к нам 4 дня назад. Креатинин и мочевина очень повышены. Это говорит о том, что почки потихоньку перестают работать правильно и корректно. При этом возникает интоксикация, рвота и отравление. Применили специальные препараты, специальную еду. Сейчас Чивас себя чувствует лучше. Уже начал кушать. Да, Чивас? Сидит вот в такой клетке. При этом у него есть большое помещение. Вот такое, но он хочет сидеть в ней. Чивас, а ну расскажи, как тебе здесь живется. Эй, Чивас, кс-кс-кс. Ну, давай тебе поглажу. Давай. Давай. Хороший котик такой. Чивас. Какой парень хороший. Никто его не обижает. Да, Чивас? За тобой хорошо смотрим? Хорошо тебя кормим? Хорошо кормим. Чивас. Чивас, как дела? Ну, расскажи своей хозяйке. Как ты себя чувствуешь? А? Кс-кс-кс-кс. Все нормально? В заключении нашей сегодняшней истории скажу следующее. У Чиваса отказали почки. И все наши действия по спасению закончились ничем. Болезнь оказалась сильнее и Чиваса теперь нет. Поэтому знайте об этом и пользуйтесь данной подсказкой. Эта история должна подсказывать некоторым людям, что когда ваше животное болеет и симптомы, которые я сказал ранее, у них есть, реагируйте на них своевременно. Всем спасибо и хорошего дня.